Крупы, мясо, сахар, масло и даже сладости – это неполный набор содержимого пакетов, которые в очередной раз отправятся в семьи малоимущих. В их числе пенсионеры, инвалиды, вдовы и многодетные семьи. Вот уже почти два года самоуправление Мостовая Слобода и мечеть Батар, объединив свои силы во имя блага, помогают нуждающимся. Здесь и мусульмане есть, и христиане, и иудеи там все, которые есть. Именно вот мы же Мостовая Слобода – это деревня. Здесь сарафанное радио работает. И получается, мы узнаем, кто более нуждается, у кого семьи, у кого многодетные, кто инвалид, например, кто-то нуждается. И эту информацию узнаем, и вот этим семьям мы приносим. И разницы нет, у какой он вероисповедание. На данный момент число подопечных насчитывает 15 семей. Одна из них – многодетная семья Клишиных, в которой шестеро детей. Глава семейства Александр – инвалид. Совместно с женой занимается овощеводством. Довольствуется пенсией и детскими пособиями. Поэтому хоть и маленькая, но все-таки помощь всегда приходится кстати. В клубе вот нам, девчонки, мы ходим, тоже помогают. И вот хлеб дают свежий. И, в общем, Надя у меня вот девочка маленькая ходит, занимается там в клубе. Вот занятия не проводит. В общем, нам жаловаться стыдно было бы. Маленькую Надю в мостовой знают все. В свои пять лет девочка радует песнями не только родных, но и работников клуба. Поэтому для нее всегда готовы угощения. Печатания приносят в пряники. Вкусные пряники? Да. Еще один подопечный – Саид Диадинов. Мужчина живет один, семьи нет. Ограничиваться приходится одной лишь пенсией, которой катастрофически не хватает. Вот уже девять лет местная мечеть помогает пенсионеру. Выделила средства на восстановление кровли, пострадавшей из-за пожара, а также провела воду и установила душевую кабину. Ну а теперь в рамках акции помощи мужчина является одним из получателей продуктового набора. Раз в месяц. Да. Ну, таким вот, бабу. А в празднике-то и в общем в две руки. Совместная работа мостовой Слободы и мечети Бадр не ограничивается помощью отдельным семьям. Общими усилиями в микрорайоне провели свет, на улицах установили дополнительные фонари и мусорные баки, а также отремонтировали дороги. В планах организации – дальнейшее сотрудничество во благо всех жителей мостовой. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.